Мое глубочайшее почтение всем любителям рецептов для автоклава. Сегодня не рецепт, сегодня поговорим о автоклаве Вейн, о крышках твист-офф и некоторые моменты работе на автоклаве. В данный момент у меня идет остывание, у меня была стерилизация в реторт-пакетах. Да, ребята, этот автоклав работает как с банками, так и с реторт-пакетами. Можете посмотреть видеоролики у меня на канале, ссылку оставлю в описании, как работать с реторт-пакетами. Сложностей в принципе нет никаких. Так что можно работать как на пару с банками твистов, так и на воде с банками СКО. Так же и на воде с реторт-пакетами. Но на воде с крышками с банками СКО, это которые под закатку, под машинку, нужно использовать такие специальные зажимы на каждую банку. Потому что кассеты здесь нет, у нас здесь горловина получается зауженная, кассету мы туда не вставим. И индивидуальные зажимы на каждую банку. Вопрос возник в чем? Все больше и больше пользователей автоклавов становится. Все любят домашнюю пищу, все хотят запастись впрок тушенкой, консервами, разными вкусняшками. И возникают вопросы. И вот один возник вопрос, и частенько он всплывает на форуме, всплывает в чатах, всплывает в комментариях. По поводу именно крышек твист-офф и приготовления именно на воде. Много людей, которые приверженцы именно готовить на воде, а не на пару. Тут пожалуйста, у каждого свое личное мнение, кому как удобно, кто как хочет. И возникает вопрос в том, что крышка, получается у нас вот эта, это крышка твист-офф на банку с резьбой. Если мы готовим на воде, то через эту крышку в банку, в наш продукт, может попасть вода, потому что эта крышка работает как клапан. Вот такой вопрос, такое обсуждение назревает. Сейчас объясню буквально на пальцах. Да, можно работать на этом автоклаве на воде с крышками твистов без зажимных колец. Зажимные кольца, вот эти индивидуальные, нужны только для крышек СКО. Смотрите, вот эта крышка у нас, это да, своего рода клапан, но это клапан выпускной. Положили какой-то продукт мы в банку, допустим мясо, оставили там пару сантиметров вверху пустого места для расширения продукта, закрыли крышку. Поставили в водяную среду. Сегодня давайте поговорим про водяную среду, хотя на пару здесь то же самое. Я в воду, когда готовлю, добавляю лимонную кислоту немного, потому что вода из-под крана у меня просто обычный водопровод без фильтров. И если готовить, не добавляя лимонную кислоту, на тене и на банках образуется накипь, ну на тене в основном. Поэтому я добавляю лимонную кислоту. Вот, и вот опять же возникает резонный вопрос. Ах, ты лимонную кислоту добавил, она же через крышку попадет в продукт? Нет, она через крышку в продукт не попадет. У нас получается смысл этой крышки. Внутри крышки вот здесь у нас идет кольцо, такое мягкое, ну типа силиконового такого, да. Мы крышку закрыли, ребра, крышки, вот эти вот ребрышки, они держатся именно на ребрах банки, там на банке тоже резьба. Когда у нас происходит нагрев воды, у нас внутри банки продукт получается также нагревается, и продукт также у нас там получается расширяется. Нагревается, расширяется, и внутри банки создается у нас излишнее давление. И вот эта крышка, как клапан, она получается приподнимается, надувается, скажем так, да. Но за счет вот этих ребер, она держится на банке, вот за счет своей резьбы она держится на банке, и чуть-чуть вот так приподнимается. Получается вот это силиконовое кольцо от кромки банки приподнимается. Таким образом через крышку стравливается излишнее давление, которое в банке образуется. Вот, это излишнее давление стравливается, чтобы банка у нас не лопнула, чтобы крышка у нас не слетела. Избыточное давление стравилось, но оно стравливается изнутри наружу, но в обратку банка в себя не всасывает ничего из автоклава. Потому что, во-первых, там вот это давление избыточное выдавливает, получается, но оно выдавливает из автоклава вот этот воздух, да, вот пар, вот этот воздух. И потом крышка обратно прижимается к кромке банки силиконовым кольцом, и все, и получается герметичность. Так что клапан, вот эта крышка в роли клапана работает только на сброс воздуха, на сброс давления, но никак не на засасывание что-то внутрь банки. И такого быть не может. Вот, если вы все нормально сделали, что внутрь там никуда не засосет. Вот, не надо закрывать крышки там от дури так, чтобы прямо с шеей сорвать. Просто таким средним усилием. Раз, 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 закрыли все, каждую баночку. Не надо там укакиваться до такой степени, чтобы там крышку, резьбу на ней сорвать. Нет. Среднее усилие такое. Все, банки поставили, баночки нагрелись, давление с них стравилось, потом при остывании все это обратно присосалось. Банка, крышка чуть-чуть получается вогнутая внутрь, и все. Все, не надо этого бояться. На крышках твистов внутрь банки ничего не попадет. Так же, как и на крышках СКО, ну, естественно, вы ее сразу закатываете, да, только там используется вот это прижимное, прижимной такой вот этот хомут, он который крышку держит, потому что все равно, что в этой, с этой крышкой, что с крышкой СКО, все равно внутри банки создается давление. Только здесь это давление сбрасывается через крышку, крышка клапан такая, да, а с крышкой СКО там нет такого, нет. Вы ее уже закатали. И вот чтобы ее не сорвало, когда она надувается так, чуть-чуть надувается, да, из-за давления создававшегося в банке, и вот эти вот зажимы такие вот, кольца, да, существуют, в принципе, для этих банок. Вот. Для реторт-пакетов там чуть-чуть другая тема. Реторт-пакеты мы тоже там все запаиваем. Температура там определенная, там давление определенное. По ссылочке пройдите, посмотрите, у меня есть видеоролики, которых я все это показываю. Там нюансов немного, в принципе, немного, но их нужно соблюдать, чтобы пакеты не порвало по шву. Потому что делают некоторые ошибки, там, и при неподобающей температуре начинают в автоклаве воздух там стравливать, открывать, и пакеты слишком набивают. Вот по поводу, опять же, набивания банок. Банок, пакетов, да неважно. Вот. Всегда, вот я понимаю, нашу, да, нашу людскую жадность, хочется в банку побольше, побольше, там, продукта натрамбовать. Да, утрамбовать продукт надо хорошо, чтобы не было никаких воздушных пустот. Ну, чтобы их было минимальное количество. Но до верха банки обязательно должна быть воздушная прослойка сантиметра два, чтобы у нас вот расширение продукта, когда шло, чтобы у нас продукт вообще в крышку там не уперся, и вообще ее не сорвал, не выдавил. Вот. Вот это обязательно нужно, обязательно, это вот, обязательное условие, иначе вы испортите все. Что еще можно сказать? По поводу приготовления на ТЭНе, вот в данный момент у меня идет электронный блок управления с ТЭНом, также этот автоклав прекрасно работает на газу, вот у меня здесь газовая плита, я на газовой плите также работал, только, ну что сказать, на газовой плите чуть-чуть подольше у меня получался разгон автоклава, потому что здесь, допустим, ТЭН 3 киловатта на разгон работает, ну а комфорки у меня там где-то полутора киловаттные. И также этот автоклав работает на индукционной плите, для тех, кому это интересно. По поводу разгона и по поводу ТЭНа, когда вы работаете на пару и на ТЭНе, сюда мы заливаем 9 литров воды, 9 литров воды это необходимый минимум, чтобы скрылся ТЭН, и как раз он доходит, уровень воды доходит до низа фольжна. Мы устанавливаем фольжно, на фольжно ставим банки. Не надо наливать воды, когда мы готовим на пару, чтобы вода касалась банок, это не нужно. Вода должна быть до низа фольжна, закрывать ТЭН. Банки должны стоять на фольжне, не касаясь воды. Банки в воде не должны быть, потому что иначе у нас будет неправильное приготовление, распределение температур внутри банки, потому что банка будет низ банки в воде, вверх банки в паровой зоне. Этого нам не надо. Нам нужно, чтобы вся банка была именно в паровой зоне, когда мы готовим на пару. Поэтому это обязательное условие. Воды должно быть именно до низа фольжна. Вот, все. Выше воду не надо наливать. Когда мы готовим именно на воде, тут уже тема совершенно другая. К примеру, я готовлю, когда на реторт пакетах, я воды заливаю 5 сантиметров от верхней кромки клампа. Таким образом, не меняя даже подрывной клапан, который здесь стоит на полтора, у меня приготовление отлично проходит. Клапан держит. В общем, все великолепно. Так, что еще можно сказать по поводу времени? По поводу времени, вот тут тоже очень-очень много разных мнений, кто как готовит, кто как. Есть, конечно, госты, есть рецепты, но тут получается кто во что гораст. Вот, кто во что гораст. Я вот, к примеру, пол-литровые банки, если делаю что-то мясное, там, да, свинину, говядину, ну, я готовлю 60 минут при температуре 120. Я считаю, это нормально, мне этого хватает. Также, когда каши какие-то делаю с мясом, мясо тоже присутствует, так же, в принципе, нормально. Храню в квартире, в шкафу. Вот холодильник стоит не в холодильнике. Все, тушенки, все эти каши, все это у меня нормально сохраняется просто в шкафу при комнатной температуре. Вот. Покупать ли вам электронный блок управления или не покупать, это уже дело каждого. Мне нравится на нем работать, потому что это просто. Во-первых, не надо следить за температурой. Когда мы готовим на газу, да, мы довели температуру, допустим, до 120, и нам нужно за ней следить. Чуть больше газ прибавили, температура пошла вверх. Чуть меньше газ убавили, температура пошла вниз. Вот. На электронном блоке управления, конечно, это удобно. Я выставил значение, температуру 120, 60 минут, все. Я ничего не делаю. Получается, температура дошла до 120, и час держит. Далее идет остывание, далее, там, ну, ТЭН отключается, сам идет остывание. Вот. Это уже личные хотелки каждого. Как кому удобно. Как кому удобно. Мне вот удобно с электронным блоком управления. Вот. Все. Что еще сказать? Да, в принципе, здесь вот кажется вроде бы сложно, но сложностей здесь совершенно никаких нет. Что в приготовлении стерилизации на воде, что на пару. Ничего сложного, нужно только немного вникнуть в процесс. Вникнуть в процесс и понять, а не делать от балды. А и так сойдет. Не, и так не сойдет, потому что, может быть, там и крышки посрывать, и пакеты порвать. Да. Тут нужно просто понять смысл, понять, какие процессы происходят в автоклаве. Это не сложно, тем более, вся информация в свободном доступе, в интернете, все показано, все рассказано. Только смотри, читай, не ленись. Здесь также много каналов, форумов, чатов, инструкций. Даже все вот эти ГОСТы, они еще СССРовские, они все есть в свободном доступе в интернете. Именно ГОСТы по температурам, именно ГОСТы по времени нагрева, времени остывания, потому что это тоже учитывается, именно там ГОСТы по соли и перцу, количество мяса, там и т.д. и т.п. и все такое прочее. Так что не ленись, только читай и смотри. Сейчас научиться всему вообще без проблем. Информации о море. Информации о море. Все, будут какие-то еще вопросы, задавайте. Если я на них знаю ответы, я на них отвечу. Также присоединяйтесь к нашему чату в Телеграме. Мы там общаемся, обсуждаем тоже автоклавы, рецепты. В общем, все-все-все-все-все. Все, вот что с этим связано. Очень, кстати, интересно. Вот сейчас у нас тема там продвигается. Экспериментируем именно с реторт-пакетами. Вот сегодня я готовил реторт-пакеты с преднакачкой давления. Я накачал давление ртом, сколько смог автоклав, и вот так готовил. Сейчас эта тема такая живая, интересная, приготовление в реторт-пакетах. Так что кому это интересно, проходите, будем общаться, будем все это там развивать. Делиться опытом, делиться там наработками. Кто там как автоклавы модернизирует, кто какие рецепты интересные делает. У меня тоже, у меня более ста, наверное, уже разных рецептов на Ютубе отснято. Вот именно вот в этом автоклаве. Я что только не готовлю. И все это вкусно, все это великолепно, чудесно. Можно как для длительного хранения, так и для работы, для каких-то поездок, для охоты, для рыбалки, для путешествий. В общем, для чего угодно. Автоклав вообще прекрасная, такая замечательная вещь. Не обязательно для какого-то сельского, деревянного жителя, у которого там есть свое хозяйство, который выращивает, к примеру, каких-то курочек, свиней, перепелок, гусей. И ему надо все это дело как-то переработать. Вот, и да, автоклав это вещь, конечно, также для городского жителя. Автоклав это также великолепная вещь. Пускай даже небольшой, не 42 литра, там можно взять 23 литра автоклав у Вина есть. Вот, тем более, что необязательно хранить в подвале или в холодильнике. Можно хранить при правильной стерилизации, можно хранить просто в квартире. Ну, красота, красота. А какие грибочки в автоклаве получаются? Обалденные. Разные салаты я делаю, овощные, очень вкусно. Ну, консервы, тушенки, это понятно. Там каши, фасоль, горох, там все это очень вкусно получается. Потом эти самые разные, как назвать-то я даже не знаю, но это не совсем компоты, а такие концентрированные компоты, в общем, персики, абрикосы, нектарины в сиропе, в сахарном. Это такие, как сказать, они, ну, в общем, делается там много сахара, да. Ну, и потом персики эти мы кушаем, а вот этот компот, который, жидкость сиропом, он сладкий, мы его там разбавляем, с водичкой пьем. Это вообще чудесно, замечательно получается. Кто там может вообще без сахара делать, кто там сахар не уважает? Ну, это там каждому свое. Рецептов великое и великое множество. Ну, все, что хотел, я сказал, вот по крышкам. Да, крышки, кстати, вот эти, все равно задаете вопросы, я покупаю, это крышки производства Елабуга. Это не реклама, вот, к Елабуге я не имею никакого отношения. Покупаю я их на Озоне, хотя можно купить еще и на официальном сайте дилера заводского. Они там есть, вот, белого цвета, красного, зеленого, золотого цвета. Именно крышки для стерилизации. Я уже показывал видео, вот, как я их сравнивал даже просто по весу. Именно крышки есть для стерилизации, есть крышки там для пастеризации. Вот именно вот эти крышки для стерилизации, для температуры 120 градусов, они даже вот взвешиваешь их на весах, а они отличаются даже по весу. Здесь и лак, там, как производитель пишет, какой-то другой специальный термоустойчивый. И более толстая жестянка здесь, вот. Так что вот такие крышки. Там на них так и написано. До 120 градусов для стерилизации. Ну, вы можете использовать, в принципе, любые другие. Это там дело лично каждого. Мне вот эти вот крышки Елабуга просто очень нравятся. Тем более доставка Озоном у меня рядом с домом. Я там заказываю сразу, там, коробку заказал, там, 500 штук, да, взял, принес, там, домой все поставил и пользуюсь. Только я заказываю разных цветов, люблю разных цветов. Ну, красиво, однотонно, красиво. И удобно на них еще маркером писать. Ну что ж, все, ребята. До новых встреч. Всем пока. Ждите новых рецептов по автоклаву. Кстати, завтра или послезавтра уже выйдет видеоролик. Именно вот с сегодняшним приготовлением в реторт пакетах у меня здесь индейка. Получается, три вида мяса с одной туши. У меня получается, я готовлю индейку. У меня три вида мяса. Это филе бедра индейки, филе голени индейки и медальоны индейки. Медальон это там со спины мясо. В общем, я три этих вида мяса смешал и готовлю такую диетическую тушеночку. Вот, будет она очень вкусная и замечательная. Все, друзья, всем пока. Быть добро.